Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моём канале. Сегодня у нас новая гостья. Чинара! Всем привет! Вот, сегодня мы с вами будем кушать Макдональдс и обсуждать тему педагогии. Как сказать? Педагогика плюс психология. Вот. Сегодня, значит, Чинарочка, я не ем. Ты ешь и говоришь, потому что там будут комментарии, что Айка всё съела, ей стало жалко и все дела. И вот всё, что перед тобой, это мы с тебе завернём. Да, хорошо. Договорились. Если хочешь, мы с тобой вместе смонтируем, если даже хочешь. Нет, я надеюсь на тебя. Зря надеюсь. Я бычу шиллергу, я чакса. Зря надеюсь. Ты крему посмотрела. У нас, значит, есть наггетсы, макчикен. Здесь, к сожалению, у нас кетчуп соус, я его не выбирала. Картошка фри, деревенская. И давайте приступим. Как долго ты меня смотришь? Я тебя смотрю уже очень давно. Я тебя настолько сильно люблю, что я пересмотрела твои старые видео. Да. Когда ты снимала влоги, когда ты пыталась снять челленджи. Там, не знаю, сколько-то, с какой-то помадой поесть, там, шоуру. А, да, да, да. Да, вот это всё я смотрела. Я, если честно, хочу скрыть все эти видео, потому что, когда я их смотрю, мне реально стыдно. Почему? Нет, я бы не сказала. Знаешь, наоборот, мне кажется, что эти видео будут вдохновлять многих, что человек должен работать над собой, над своим развитием, если человек хочет добиться чего-либо. Мне кажется, что это, наоборот, будет мотивацией для многих. Я, когда я их смотрю, я лично чувствую прогресс. Да. На самом деле это так. Вообще, я люблю девушек, которые работают над собой. Я, например, замужем сама, мне 26 лет. Я замужем 6 лет уже, как у меня есть. Малыш. Сын. Да, ну, уже не малыш, ему уже 5 лет. И я вот, например, сама тоже и работаю, и хозяйка дома, и мама. То есть, всё в одном. То есть, дом тоже на тебе, да? Да, дом тоже на мне. При этом многие удивляются, когда слышат об этом, потому что говорят, как ты успеваешь и убирать, и готовить, и работать, и воспитывать. К тому же, оставаться как-то заботливой женой, не нервной. На самом деле это сложно, но при этом я как-то стараюсь. Даже я не принимаю помощь дома, например. Мне сколько раз говорили, что ну, позови кого-то, пусть помогут по дому. Ну, нет, хочу в своём доме как-то сама всё это делать. Ну, вы живёте отдельно, да, от мужа? Мы живём. Ой, от мужа. С мужем пока, слава богу, мы вместе, но... Отдельно от родителей мужа, да? Да, отдельно, да. Это я приветствую. Иногда, знаешь, меня хейтят, например, женщины в возрасте, которые меня смотрят в возрасте, как ты и некрасиво сказала. Ну, в общем, женщины, у которых есть сыновья, они меня, кстати, хейтят. Это в том плане, что почему ты мотивируешь других жить отдельно. Мне кажется, так лучше. Это удобно. Удобно в том плане, то что как-то свой дом, ты знаешь уже, когда убраться можно, когда нет, ты не успеваешь. Как-то в этом плане, да, всё-таки удобно, я бы сказала. Но самое главное, всё вовремя успевать. То есть как-то, не знаю, мотивировать себя постоянно. Например, у меня мотиватор муж, мама, сын. То есть постоянно я смотрю на сына, я мотивируюсь, что надо всё делать для его будущего. Например, да, вот муж меня мотивирует тем, что я хочу приступить к чему-то. Он говорит, я знаю, у тебя получится. Да я знаю, такие как ты пробиваются. Молодец. Это очень круто, когда мужчина тебя поддерживает в твоих начинаниях. Да. Это главный фактор. Питана Атма Джабурзана. Да. Это на самом деле очень сильно влияет на человека. Потому что если он с самого начала как-то негативно отнесётся к чему-либо, я знаю, что моё дело не получится. Но он меня как-то всегда мотивирует. Мотивирует ещё в плане забот о сыне. Он говорит, что не беспокойся, мы пробьёмся. Я тоже тебе помогу. Это очень важно. Я, например, работала после свадьбы. Я окончила сама факультет химии Бакинского государственного университета. Химик, значит. Да, химик. Как только я закончила университет, я вышла замуж. В жизни у меня всё происходит очень и очень быстро. С 5 лет пошла в школу, в 16 лет поступила, в 20 лет вышла замуж. То есть как-то всё это подряд друг за дружкой. После свадьбы я стала работать. Я начала работать. Я работала в университетские годы тоже. Я постоянно занималась с детьми. Я готовила их по математике, по русскому языку, по информатике. И как-то я после свадьбы решила, что нет, надо работать. Ну а сколько заниматься домашними делами? Всё правильно. Это не заканчивается. То есть ты постоянно убираешь, готовишь, убираешь, готовишь. Постоянно муж приходил, говорил о своей работе. Я понимала, что мне сказать не о чем. О чем мне говорить? О готовке? Нет, но ему это надоест. О уборке дома? Нет, ему это тоже не интересно. Я понимала, что если я не буду работать, я буду деградировать. Вообще многие девушки в России считают, что на Кавказе мужчины запрещают работать. На самом деле есть женщины, которые не хотят работать. Они просто хотят сидеть дома. Им так удобно. Но у меня, например, муж сказал, что нет, давай лучше работать. Потому что если так пойдет, мы потеряем интерес друг к другу. И вот я, например, пошла работать. Я уже была на седьмом месяце беременности. Когда уже решила, что ну всё, хватит работать. Надо уже отдыхать. Как-то уже всё, надо готовиться к материнству, к появлению сына. А первое твое место работы это строительный офис, строительная компания. О, коллега! Я была помощником бухгалтера. Где бы я ни работала, я постоянно пыталась научиться чему-либо. Но там бухгалтер был немножко противный дяденька. Он боялся, что я займу его место. Не давал мне работать. Я постоянно каждый раз ходила к нему, говорила, что научи меня чему-нибудь. Но это тоже был какой-то некий опыт работы для меня. После этого родился сын. Если честно, мне было немножко тяжело. Помимо, кстати, химического факультета, я еще окончила магистратуру. Я еще детский психолог. Вот. И, значит, появился сын. Я уже начала заниматься его воспитанием. Я решила, что нет. До определенного возраста сыну любому ребенку нужна мама. Няне няней, но мама нужна рядом. Я решила, что буду заниматься с ним сама. Исполнилось ему год и семь или восемь месяцев. Я подумала, что все, хватит. Ему надо в садик, мне надо на работу. Я бы сказала, что это было очень правильное решение. Потому что садик очень хорошо повлиял на моего сына. Развитие. Ну, и мне было хорошо выйти уже на работу. Но няни у тебя в этот период не было, правильно я тебя понимаю? Я снова занималась всем сама. Может. Если бы хотела, могла бы взять. Но я не взяла. Я подумала, что успею все сама. Но как-то в эти моменты еще помогали бабушке. Вот муж помогал. Вот это, кстати, очень хорошо. Часто встречаешь здесь мужчин, которые говорят, что это твои обязанности. Ты жена, ты должна все делать. Ты женщина, вот ты и делай. Хотя, несмотря на то, что и мужчина, и женщина работают, почему-то некоторые мужчины считают, что домашние обязанности – это целиком и полностью женское. Не приветствую этого. И слава богу, что у меня в жизни такого нет. Он мне помогал. За что ему отдельное спасибо. То есть он понимал, что мне тоже иногда нужно как-то приходить в себя. Невозможно 24 часа только заниматься домом, мужем и сыном. Нет, не стоит забывать о себе. Может быть, для многих девушек это будет каким-то шоковым таким высказыванием. Но, например, я с легкостью могла оставить сына пойти гулять. То есть меня не раздирала совесть. То, что вот он там маленький, он без меня. Нет. Если я хочу быть хорошей мамой, мне нужно отдыхать. Хорошая мама, счастливая мама. Да, чтобы у меня были силы. Пошла я на работу. Теперь я сейчас на данный момент подготавливаю студентов в магистратуру. Преподаю логику, информатику. По математике еще тоже преподавала студентам. Ты только русскому сектору? Да, русскому сектору. Нет, русскому сектору только. Да. Потом по русскому иску тоже подготавливаю. Ну и еще вот работаю детским психологом. Работаю с детишками, у которых есть кое-какие проблемы, так скажем. Какие, например? Логопедия или что именно? Логопедия не особо. У меня больше синдром Дауна, потом нарушение спектра, затем, например, те дети, у которых рассеянное внимание, особенно те, которые только-только пошли в школу, им очень сложно сосредоточиться. То есть дети приходят к тебе домой, правильно? Да, ко мне, да. Приходят ко мне, и я с ними занимаюсь. Потом дети, которые, например, пережили развод родителей, подростки, у них очень бывает пониженная самооценка, им нужно помочь. Ну, у тебя специализация, ты же химик. Плюс еще магистратура психологии. Ага. Да. Вот. Мне нравятся обе области. То есть сказать, что одна нравится больше, другая меньше, нет. Мне нравится работать как со студентами, так и с детьми. Ну, а с кем проще работать вообще? С детьми, наверное? С родителем, мне кажется, сложнее работать. Да, это самое сложное. Вот у тебя, например, абитуриент или студент, к примеру, ты конкретно решаешь вопросы с ним. Когда у тебя маленький ребенок, мне кажется, тебе еще надо решать вопросы с его родителем. Кстати, не совсем Майка. Да. С некоторыми студентами звонят родители. Павла, у меня такое было, особенно у мальчика. Звонят родители и знают, что говорят. Они говорят, что, знаете, я там мама вот вашего студента, вы, пожалуйста, ему не говорите о том, что я вам звонила. Ну, вот, пожалуйста, позанимайтесь с ним вот в этой именно, по этой теме вот больше. Вот вы знаете, я его проверяю дома, и я знаю, что он эту тему не знает. Кстати говоря, почему-то с мальчиками это я больше всего встречалась вот с таким у мальчиков. Ну, девочки, наверное, больше самостоятельные. Они больше самостоятельные. Ну, да, сложнее всего, хорошо ты подметил, что сложнее всего работать. Например, ребенок, у которого есть какие-то проблемы. Я говорю, что, к примеру, один раз у меня был случай, кстати говоря. Кушай обязательно. Обязательно. Ты просто говоришь и не кушаешь. Хорошо. Потом там пишут, буду писать. Хорошо. Алька все съела, Чинара ничего не поела, голодная осталась. Один раз у меня был случай, ко мне пришла девочка, ей было 13 лет. Сказали, что она не любит общаться с окружающими людьми. Я, значит, стала с ней разговаривать. В смысле, вообще просто ребенок не говорила, да? Она говорила. Она говорила дома, но она не хотела общаться ни с кем. У нее не было друзей, у нее не было каких-либо хобби. Я стала с ней заниматься. Сеанс за сеансом потихоньку стала ее раскрывать. Эта девочка мне, в конце концов, рассказала о том, что как-то раз я ее попросила, что нарисуй свою семью. На самом деле, по этому рисунку можно многое определить. Я вижу, что тут есть дополнительный человек на рисунке. Она никогда не рассказывала о своем отце. У нее есть два брата, мама и бабушка. Я смотрю, какой ты человек. Я говорю, а это кто? Она говорит, папа. Я говорю, а какая папа? Ты же никогда о нем не рассказывала. Она говорит, что они как-то с мамой разошлись. Может, это повлияло? Проблема в том, что девочка чувствует себя неуверенной. Она не хочет дружить. Она думает, что при ней будут говорить каждый о своем отце. Она не сможет ничего сказать о нем. И вот из-за этого она ни с кем не общается. Поэтому все-таки родителям нужно заниматься своими детьми. И, приходя к психологу, говорить проблему так, как она есть. То есть не скрывать какие-то моменты. Говорить о том, что я хочу, чтобы мой ребенок хорошо учился. Но это не психолог. Это нужно идти к учителю. А говорить, что есть на самом деле. Вот какой-то момент скрыла, а в конце выявилось все равно. Ну, когда я об этом сказала родителю, она была в шоке. Мама была в шоке. Она сказала, что мой ребенок рассказал вам об этом. Я же, что да. Ну, а что ты ошибалась? Ты же пешок в психолог. Я раскрою все равно все в ней. Да. Работая со студентами. Вот тут уже другая тема. Я люблю работать со студентами. Со многими из них я дружу. После того, как они поступают в магистратуру, они постоянно пишут. Мы общаемся. Некоторые из них, на самом деле, на протяжении нескольких лет мы общаемся уже как-то. Это бывает больше не отношение учителя и студент. А как-то, не знаю, как старшая сестра. Они постоянно говорят, что на Арахану. Я говорю, ну ладно. Хотя там у нас, некоторые, кстати, бывают старше меня. Приходят мужчины и женщины приходят. Они, например, работают. У меня были те, которые работают в Сокар, БП и так далее. Им нужна магистратура для повышения должности. Слава богу, мне не нужно. Есть нужно быть, знаешь, к кому обращаться. Нет, у меня, честно, нет желания учиться дальше. Вот с этапа горла обучением. Да, но им бывает сложно. Представляешь, приходит ко мне какой-нибудь мужчина, ему уже 40 лет, у него двое детей. И он снова садится, начинает писать все эти конспекты, решать. Мне кажется, их сложнее заставить все-таки. Если человек уже в должности, уже сформировавшийся, ты не можешь ему сказать, что... И знаешь, что бывает? Он сидит в группе, где, например, 15-16 человек, все студенты, и многие начинают очень как-то себя так чувствовать не очень хорошо. И они начинают говорить, ну знаете, уже все. А мой возраст не тот, чтобы сидеть и писать. Ну знаете, мой возраст не тот, чтобы сидеть и учить. Ну и тогда я говорю, а зачем вы тогда ко мне пришли? Вам это нужно, я понимаю. Но работать со студентами мне нравится, потому что я как-то помимо того, что преподаю им, для многих я становлюсь каким-то еще другом. Например, девочки начинают спрашивать. Вот мы смотрим на вас и вдохновляемся. А возможно такое, что и работаешь, и учишься, и еще замужем? Конечно, возможно. Как-то... Живой пример, да? Скажи. Некоторые, например, начинают писать после занятий, что вот, а вот я, например, боюсь быть учителем, а вот я, например, боюсь сказать родителям о том, что я хочу учиться на другой специальности, что мне сделать? Вообще, Ченарочка, я знаю, что хочу отметить. Вот я, когда я училась и в школе, и в университете, всегда было такое, что на одного учителя смотришь, его все уважают, его все любят, почитают. Смотришь на другого учителя, вроде бы она ничего плохого не делает, но никто не уважает, все сидят, разговаривают. Вот мне кажется, у учителя как раз-таки важно уметь себя поставить, иметь какие-то лидерские качества. Если в тебе этого нет, то тебя как учителя не будут уважать. Все верно. Я всегда девочкам говорю, что девочки, ну и мальчики, все зависит, в моем случае, именно если ты учитель, все зависит от того, как ты себя поставишь на первом занятии. Я никогда бы не смогла быть учителем, мне кажется, все просто бы издевались надо мной, никто бы не приходил на занятия, все бы болтали. Я даже твиксу нормально, воспитание не могу дать. Да, но как-то, не знаю, я вот на своей специальности чувствую себя очень хорошо, будучи и педагогом, и психологом. Ты просто нашла себя. Вот я в тебе, вот как мы только увиделись, я чувствую в чинаре вот этот стержень. Мне кажется, она любого ребенка может заставить учиться, что вот полюбить это. Да, нужно. Иногда отчитываешь и парней, которым 25, и женщин, которым 39, и отчитываешь на самом деле, потому что тебе это нужно, чтобы я тебя на следующем уроке видела подготовленным. В общем, вот такой вот интересный у нас гость сегодня я оставлю. Подожди секунду. Надо же как-то это сказать мне, нет, закругляющую речь хотя бы. А то тут рассказывала, и все. Ну все, всего. До свидоса. Расходимся. У меня иногда визит, о чем-то говорю, как другая тема пошла. И мы все, в конец. Я доела, ты свидули. Да. Значит, и поэтому я бы советовала всем девочкам, которые нас смотрят, да и всем мальчикам, потому что, как я знаю, тебя смотрят не только девочки, но и мальчики. 3 процента. Да, но ничего. Мы сделаем какой-то свой вклад. Девочки и мальчики, старайтесь работать, старайтесь работать над собой, старайтесь заниматься своей карьерой. Обязательно. Строите для себя какой-то путь. Да. Вы должны строить планы на будущее, и в жизни все возможно. Если вы этого захотите, все, все будет возможно. Все зависит от вас, все в ваших руках. А если вы захотите поступать в магистратуру? Детки, например, тоже могут обращаться. Я оставлю внизу, обязательно переходите. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Всем пока. Пока. Пока.